Друзья, привет дорогие! С кем мы еще не знакомы? Меня зовут Эдуард Васильев. Сегодня у нас прямой эфир презентационный. Сегодня поговорим о... Так, все, связь восстановилась. Вы знаете, вот первая возможность сетевого бизнеса, которая меня цепляет самого, это возможность сделать бизнес из любой точки, где бы ты ни находился. Вот сейчас я нахожусь на берегу Волги. Мы в Чувашии, буквально через несколько дней у нас здесь стартует очень крутой бизнес-форум, бизнес-конференция нашей команды. И сегодня я могу проводить презентацию, не встречаясь вживую где-то, да, как это было, например, 20 лет назад. Потому что для того, чтобы 20 лет назад мне тебе провести такую презентацию, мне надо было бы обязательно договориться с тобой о встрече, нужно было где-то пересечься, встретиться. И вот это первое преимущество, что нужно для того, чтобы делать этот бизнес. Это гаджет, это выход в интернет и понимание этого бизнеса, как он делается. И сегодня будет немножко необычная презентация, потому что я сегодня буду использовать не слайды с компьютера, да, как обычно. То есть, а я буду использовать некоторые фотографии. То есть, я хочу сегодня презентацию с вами построить. То есть, использую как раз фото-поддержку. Вот это наша семья. Ян Васильев, Наталья Васильева и Эдуард Васильев. Нашему сыну сейчас 24 года. Мы развиваем бизнес втроем, всей семьей. И вы знаете, я всегда говорю, ребят, туда, где плохо, родных не позовешь. Поэтому я всегда отмечаю и делаю упор на это. Кого важно в первую очередь приглашать? Конечно же, самых дорогих тебе родных людей. Потому что в этом бизнесе, например, да, то есть, не только мы с супругой вдвоем вместе, не только наш сын, в этом бизнесе также мой родной брат со своей супругой. То есть, вы видите, вот на этой фотографии Александр и Наталья Васильевы. Это, еще раз повторюсь, мой родной брат и его супруга. Они являются лидерами с огромной директорской организацией. Их бизнес сейчас насчитывает структуру более 10 тысяч партнеров. Поэтому, сразу же отвечу, вот этим даже, да, примером я показываю, что то, насколько я верю в этот бизнес. То есть, понимаете, в чем дело? Мы можем дать нашему сыну любое образование. И когда наш сын закончил британский банковско-финансовый колледж, и до этого, и во время этого, то есть, я каждый раз, общаясь с ним, вселял в него уверенность, убежденность, что этот бизнес, то есть, это самая лучшая возможность на, ну, на мировом рынке сейчас для большинства людей. Что еще хочу сразу же, да, обозначить? Смотрите, чтобы было понимание. Мы не сразу упали на этот успех с неба. Вот эту фотографию мало кто когда-либо видел у нас. Это вот наша первая команда. Кто видит на фотографии Натальи Эдуарда? Кто нас знает? Вот если вы посмотрите внимательно, там маленький мальчик стоит. Это наш сын как раз. Это было 20 лет назад на фотографии. Там ему почти 4 годика. То есть, там 3 с половиной, по-моему. Вот мы и там в черных футболках стоим, если вы присмотритесь немножко к этой фотографии. Вот это наша первая команда. Я очень хорошо помню, это позади нас пруд, побои называется, рядом с чебоксарами. Вы видите, да, то есть, мы выехали там отмечать какие-то наши первые достижения, наши первые победы с командой. И у нас не было тогда автомобилей, которые мы могли показать. У нас не было банковских счетов, у нас не было крутых домов. То есть, мы не могли ничего этого показать. Но что было? Было самое главное. Это страстное желание изменить свою жизнь. Было страстное желание достичь своих целей. Поэтому, когда меня спрашивают, как мне приглашать других людей, когда у меня нет результата. Я говорю, а при чем тут результаты? Вопрос не в том, какие у вас сейчас результаты. Вопрос в том, какая у вас страсть. Что вы хотите изменить в своей жизни? Какие цели у вас? Я очень хорошо помню, как мы там говорили нашим партнерам. Ребят, поверьте, доверьтесь нам. И придет время, когда мы с вами будем праздновать наши достижения на лучших курортах мира, на лучших берегах мира. И вы знаете, вот про эту фотографию нам очень хорошо напомнил в свое время Сергей и Марина Васильевы. Знаете, где они нам напомнили? На берегу Майами-Бич в Соединенных Штатах. Вот таким вот образом, ребят. Обязательно, да, сохраню обязательно сегодняшний эфир. Поехали дальше. Еще кое-что хочу вам показать. Во что это вылилось? Ну, это маленькая часть нашей команды. То есть, да, через некоторое время мы пришли к таким результатам. Как? Благодаря чему пришли? Сегодня как раз поделюсь с вами, что ведет к таким результатам, что ведет к таким достижениям. И что необходимо делать сейчас для того, чтобы у вас здесь получилось. Вы знаете, что первое рекомендую? Это четко для себя определите, где вы хотите реализоваться в итоге. Потому что, смотрите, в Reflame можно сотрудничать по-разному. В Reflame можно прийти и просто покупать для себя. И вам для этого не надо бросать свою работу. В Reflame вы можете просто зарабатывать какие-то дополнительные доходы. Там тысячу рублей, две, пять тысяч, десять тысяч рублей. Для этого не надо бросать свою работу. Либо вы можете в Reflame выбрать возможность создать бизнес, который в будущем передойдет по наследству. И вот каждому человеку я рекомендую, посчитайте, если вы работаете по найму, сколько вы стоите в час. Да-да, вы не ослышались. Именно так. Может быть жестко звучит, но сколько в час вы стоите? В свое время я читал одного автора, я не помню, как книга называлась. Но автор книги сказал, возьмите свою зарплату, посчитайте, сколько времени у вас уходит, чтобы получать эту зарплату. Учитывайте дорогу на работу и с работы. Вот здесь на слайде вы видите, да, пример одного молодого человека. Его зарплата 30 тысяч и 242 часа у него уходит, чтобы зарабатывать эту сумму. 20 лет назад моя зарплата в Газпроме, я работал в Газпроме, была 10 тысяч рублей. А относительно 2001 года, 2002 года, это хорошие деньги. По тем временам это были офигенные деньги. Да, это сейчас другая сумма. Так вот, в моем случае, в моем случае получались копейки. В случае вот этого парня, которого мы считали, один час у него равняется там 120 копейкой рублей. 120 рублей. А дальше, прикиньте, сколько из этого ваших денег. Потому что ты же рассчитываешься этими деньгами за квартиру, за транспорт, связь, питание, одежда и так далее. Кредиты может быть. И сколько вот в итоге тебе остается денег. В итоге, сколько твоих денег. И чаще всего ответ, нисколько. Знаете, что самое страшное в этом? То, что вы с другими рассчитываетесь не деньгами своими, а временем своей жизни. Потому что, если вы в час зарабатываете 120 рублей, то вы можете посчитать. Если вы за аренду квартиры платите 10 тысяч, то получается 80 с лишним часов каждый месяц вы отдаете за то, чтобы жить в этой квартире. 80 часов не сна, а 80 часов осознанной жизни. Вот что самое важное понимать. Идем дальше. Идем дальше. Давайте только сразу договоримся. Идеального момента, чтобы стартовать в этом бизнесе, не будет никогда. Идеального момента не будет никогда. Если вы склонны искать идеальный момент, то можно, извините за выражение, профукать всю свою жизнь. Потому что в какой-то момент вы молоды, потом у вас маленькие дети, потом дети большие, а потом вы уже прожили жизнь, называется. Поэтому, когда лучший момент стартовать? Я называю это сейчас. Других вариантов, других вариантов для старта я не знаю, ребят. Это сейчас самый лучший момент. И вот тут возникает вопрос, смотрите. Очень часто мне задают вопрос. А как зарабатывать в Reflame большие деньги? А за что здесь платят большие деньги? Я всегда человеку даю этот вопрос в ответ. Скажи, а ты сам как считаешь? За что здесь платят самые большие вознаграждения? И вот на самом деле, друзья, самые большие вознаграждения в нашем бизнесе платятся за создание директорских команд. Поэтому отвечаю сразу, чему мы учим? Если ты приходишь в нашу команду, мы тебя будем обучать, как создавать директорские команды. Вот этому самое главное, важно научиться. Кто-то быстрее учится, кто-то медленнее учится. Но у нас есть для этого четкая система. Система от нового партнера до золотого директора она называется. Это выход на годовой доход от 900 тысяч. Поэтому, если у тебя есть готовность менять свою жизнь, если у тебя есть намерение жить по-другому, тогда пиши в личку. Поговорим. Нам есть что обсудить с тобой. Дальше, смотрите, есть четкое, четкое, хочу обратить внимание, система зарабатывания денег. Лестница успеха Арифлейм, план успеха он называется. Вы знаете, что мне понравилось в плане успеха компании Арифлейм? То, что здесь никто не решает, какого результата ты можешь достигнуть. Ну, смотрите, сейчас поясню. Вот когда я работал в Газпроме, то однажды я пришел в отдел кадров, у Нины Павловны спросила, руководителя отдела кадров, я говорю, Нина Павловна, скажите, как мне устроить свой карьерный рост здесь? Она улыбнулась, так, ну, дружески улыбнулась и говорит, Эдуард, понимаешь, у генерального директора два сына, у главного инженера три сына. Так что тебе особо ничего не светит. Понимаете, да? Потому что для того, чтобы сделать карьеру где-то, то там одних твоих усилий недостаточно. Там чаще всего связи играют, связи тоже это зыбкая вещь, потому что сегодня у тебя есть связи, а завтра генерального сняли, там, твоего знакомого, близкого. Все, то есть ты остался без связи. Так что поэтому вот здесь, что я хочу сказать. Вот в Арифлейм все прозрачно. Здесь есть четкий план успеха, и ты четко понимаешь, организовал такой товароборот, будет такой доход. Организовал такой товароборот, будет такой доход. Так что поэтому здесь, еще раз повторюсь, ты можешь прогнозировать рост своих доходов. Следующее. Есть автопрограмма, друзья. Есть автопрограмма, где ты можешь выбрать автомобиль своей марки, своего цвета. Ты можешь выбрать комплектацию сам. В Арифлейм 4 автопрограммы, хочу отметить. И эти автопрограммы из года в год улучшаются. Арифлейм дает возможность путешествовать. То есть в разные страны мира. Мы побывали благодаря компании уже более чем в 50 странах мира. Я вам могу сразу сказать, если бы не этот бизнес, максимум, на что я, наверное, да, то есть я думаю, что бы было в моей жизни, это Турция и Египет. Это весь максимум. Потому что благодаря, еще раз повторюсь, компании Арифлейм мы не просто путешествуем. Мы путешествуем на лучшие курорты мира. Вот сейчас, например, компания Арифлейм запустила квалификационный период на международную конференцию, которая будет проходить в Дубае. Так что, друзья, каждый из нас имеет реальную возможность поехать в Дубае. Тот, кто примет для себя решение, будет 100% там. Это однозначно. Далее, на что хочу обратить внимание еще раз. Мы приглашаем не просто в компанию Арифлейм, мы приглашаем в нашу команду. Есть много сильных команд в компании Арифлейм. Еще раз повторюсь, я буду говорить про свою команду. Команда BND21, бизнес-модель 21 века. Мы сотрудничаем только с компанией Арифлейм. Почему Арифлейм? Это сильнейший игрок. Компания Арифлейм более чем с 50-летней историей. Компания Арифлейм, которая предлагает четкий маркетинг-план, который усиливается каждые три недели. Вот сейчас, например, в этот месяц компания Арифлейм инвестирует в Россию дополнительных 50 миллионов дополнительных в крутые акции. У нас сейчас каждый день розыгрыши подарков идут за заказы. У нас каждый день. Откуда у компании Арифлейм эти деньги? А потому что компания миллиардер. Понимаете, чем больше компания, тем, соответственно, больше прибыль. Но не просто так, от слова больше. Смотрите, чем больше товарооборот, тем ниже себестоимость продукта становится. И, соответственно, выше дельта прибыли становится. Понимаете, поэтому очень важно, когда ты сотрудничаешь, сотрудничать с крупной компанией. Это к ответу, да, то есть про молодые компании. Далее. Автопрограмма как работает, можете рассказать. Автопрограмма, друзья, этому всему вам подскажут в командных чатах, так что вообще не проблема. В командных чатах обратитесь, если вы уже в компании Арифлейм, к своим наставникам. Они все вам подскажут, так что все нормально. Далее идем. Что, если мы говорим, да, то есть про команду, про нашу команду. У нас есть еще раз подчеркну четкая бизнес-система 11 чатов от нового партнера до золотого директора. То есть я верю сейчас именно в три составляющие успеха. Это сильная компания Арифлейм, сильная команда. Я утверждаю, что наша команда сильнейшая. И третий, это ты. Тут не думайте, что если ты придешь в сильную компанию, в сильную команду, тебе ничего не надо будет делать. В любом случае действовать надо будет. То есть, но есть, еще раз отмечу, есть четкая бизнес-система. Если ты готов действовать, если ты не любишь халяву, то есть если ты готов зарабатывать много, тогда добро пожаловать. Нам с тобой стопроцентно по пути. Поехали дальше. На что еще хочу обратить внимание. Смотрите. Вот по факту, по факту у нас с Наташей жизнь получилась намного круче, чем мы себе планировали. Потому что я очень хорошо помню, когда мы пришли в этот бизнес, я не был таким Эдуардом Васильевым, каким я являюсь сейчас. И поэтому, когда на меня кто-то смотрит, на такого, какой я сейчас, и там говорят, ой, я не знаю, я так не смогу и так далее. Я говорю, не сравнивай себя нынешнего со мной нынешним. Понимаете, вот у нас есть команда Лена Астромова, она недавно открыла хорошее звание, как она сказала, не надо вам сравнивать свой старт с чьей-то серединой бизнеса. Понимаете, в чем дело? Не надо сравнивать свой старт с чьей-то серединой бизнеса. Берите за ориентир. Вы знаете, есть такое выражение, посмотри на результаты наставника, это то, что ожидает тебя. Можете записать, если записываете. Посмотрите на наши результаты, это то, что ожидает вас. Понимаете, да? В том случае, если вы будете действовать по нашей бизнес-системе, хочу отметить, благодаря этому бизнесу мы построили дом, о котором мы мечтали. Благодаря этому бизнесу, я вам могу сказать, мы переехали в Москву, я даже не ожидал, что мы будем жить в таких местах. Еще один пример приведу. Вы знаете, я очень хорошо помню, когда мы пришли в Reflame, нам дали задание написать список 80 желаний. Не 100, а 80. Я не знаю, почему 80. И вот мы писали этот список, и у меня в этом списке было Mercedes-Coupé. Я очень хорошо помню, когда мы уже вышли на исполнительный уровень, а это была моя мечта. И для меня совершенным сюрпризом было, когда Наталья Васильева, моя супруга, подарила мне Mercedes. Представляете? Подарила мне Mercedes. Ребят, я вспоминаю нас, когда мы стартовали, и вот тот момент, когда твоя супруга дарит тебе Mercedes. Вот дайте обратную связь, скажите, пожалуйста, вот откровенно, честно, кто бы из вас хотел, вот на самом деле, начать свои мечты делать своей реальностью? Кто бы из вас на самом деле хотел от слов, от просто мечтаний перейти к действиям и в итоге перейти к совершенно другим результатам? Если это про тебя, тогда прям включайся сейчас. Если ты уже в этом бизнесе, ускоряйся, начинай действовать. Ты же знаешь, что делать. Если не знаешь, что делать, спроси. Спроси у тех людей, которые знают, что необходимо делать. Дальше, на что хочу обратить внимание. Вот эта фотография одна из самых, наверное, знаете, для меня значимых. Почему? Она сделана в 8 утра в понедельник. Это Сингапур. Отель Мария Байсан, сможете посмотреть там. Самый дорогой отель вообще в Сингапуре. На 57 этаже там находится бассейн. Вся крыша отеля это бассейн, ребят. Представляете? Вся крыша это бассейн. Понедельник в 8 утра. Я помню, вот когда там сидел в бассейне, Наташа фотографировала меня, я про себя думал, если бы не этот бизнес, я бы сейчас шел на нелюбимую работу за неудовлетворительные деньги, и я был бы недоволен этой жизнью. И я, знаете, вот сам себе говорю, блин, какие же мы молодцы, что в свое время не стали слушать негативщиков, не стали слушать людей, которые растоптали свои мечты. Ребят, знаете, я хочу вам дать всем совет. Не позволяйте людям без мечты растоптывать ваши мечты. Не позволяйте людям, которые не верят в себя, растоптать вашу веру. Оберегайте свои мечты, оберегайте свою веру. Понимаете, в чем дело? Подкрепляйте ее своим видением будущего. Подкрепляйте ее общением с наставниками, общением с теми людьми, которые вас поддерживают. И вы в любом случае найдете тех людей, которые станут частью вашей команды. В любом случае, это неизбежно. И после этого мы начали коллекционировать с Наташей фотографии из разных частей света в понедельник в 8 утра. Например, покажу еще одну фотографию. Это Австралия, Сидней. В понедельник в 8 утра. Мы специально пошли в понедельник в 8 утра и сделали фотографию на, вы видите, позади, то есть Сиднейский оперный театр. Каждый может стать каждым. Каждый из вас может стать тем, кем вы решили стать. Просто вопрос, кем вы решили стать? Какие результаты вы решили притворить в свою жизнь? Кем вы решили стать? Вот это самый важный момент, ребят. И это самое ключевое. И вы знаете, например, вот однажды я увидел вот эту надпись «Не жалей себя и у тебя будет что рассказать внукам». Ребят, это, ну, если можно на то сказать, да, то есть один из моих девизов «Не жалей себя и у тебя будет что рассказать своим внукам». Ведь это так, потому что я хочу в 55, в 60, в 70, в 80 лет быть ролевой моделью. я хочу путешествовать. Знаете, мы даже вот с Наташей как-то вот, ну, смеялись. Я говорю, представь, когда мы будем там с тобой с торпёрами за 80 лет, к нам приедут внуки, например, да, то есть, может быть, даже уже правнуки к тому времени будут. И я говорю, представь, мы такие сядем с тобой в Кожанках, в Харлей и с внуком скажем, давайте, Салабон, отдыхайте тут без нас и погоним куда-нибудь на Харлее. Ребят, понимаете, в чём дело? То есть, не жалей себя и у тебя будет что рассказать своим внукам. Не жалей себя и у тебя будет жизнь та, которой ты мечтаешь. Жалость, ребята, она всегда порождает бедность. Жалость делает людей слабыми. Жалость, жалость к себе, жалость к другим. Все люди на самом деле сильные. Все люди на самом деле могут намного больше. Все люди на самом деле могут стать тем, кем они решили стать. Посмотри на это. Обрати на это внимание. Что для этого делать? Вы знаете, вот тут немножко фотография сползла. Дерзай, действуй, достигай тут написано. Дерзай, действуй, достигай. Вот когда ты сам себя, вот может быть, даже изнутри вот накручиваешь на свою цель, то ты начинаешь по-другому действовать, по-другому презентации проводить, все по-другому делать. И в итоге вы создадите свою команду мечты. Это по-любому произойдет у каждого, кто никогда не сдастся. Ну что, дорогие, я готов ответить на несколько вопросов, если они остались. В завершении скажу следующее. Что необходимо сейчас сделать? Если вы еще не зарегистрированы в компании Reflame, добро пожаловать. Пишите в личку, либо пишите партнеру команды BMD21, бизнес-модель 21 века, если он вас пригласил на эту встречу. Что дальше? Дальше мы вас включим в нашу командную бизнес-систему. Дальше, что я рекомендую? стать стопроцентным командным игроком в команде своего наставника. Потому что это бизнес-командный и преуспевают здесь командные игроки. Потому что если вы будете тянуть одеяло только на себя, я-я-я, то здесь никогда не преуспеешь. А вот если ты будешь самым надежным, ключевым партнером в команде своего наставника, ты начнешь притягивать таких же людей в свою команду. Это произойдет автоматическим образом. Так и больше никак по-другому. Ну что, дорогие, вопросов я вижу нет. Я желаю всем счастья и радости в каждом дне. Для того, чтобы быть счастливым и радостным, на самом деле вам ничего не нужно. А для чего тогда деньги, когда меня спрашивают? А деньги нужны для того, чтобы получать удовольствие. Потому что мы живем в материальном мире. Просто кто-то удовольствие получает от путешествий, кто-то удовольствие получает от благотворительности. Но чем больше будет добрых у людей с деньгами, тем больше будет добра в мире. Чем больше будет злых людей с деньгами, тем больше будет зла в мире. Поэтому, дорогие, добрые, какого фига вы еще бедные? Так, вопрос вижу, да? Возможно ли построить команду только по-холодному? Все возможно, ребят. Тут надо только принимать, у каждого метода есть своя технология. У каждого метода. И важно, важно действовать по четкой системе, по четкой технологии. как можно быстрее, не знаю, как, не знаю, не могу сказать. Пишите, если есть два вопроса. Пишите, друзья. Да, запись обязательно сохраню, запись обязательно будет. Обязательно, ребята. Ну что, я так понимаю, вопросы иссякли. Если какие-то прям вот позарез вообще важные вопросы, пишите в директ, по возможности буду отвечать. Но только давайте так, если вы уже действующий партнер компании Reflame, у вас есть свои наставники, вопросы, пожалуйста, адресуйте им. Потому что ваш наставник, это ваш наставник, и вам важно выстраивать работу с ним. Если вы еще не зарегистрированы в компании Reflame, тогда добро пожаловать. Пишите мне в личку вопросы. Как по-холодному работать? И как стартер вывести? Но это отдельная уже тема обучающая. Сегодня у нас презентационная. Я больше отвечаю сегодня на вопросы, связанные с презентацией, с возможностями Reflame. А у вас работают вопросы, связанные уже непосредственно с действиями. Этому мы обучаем уже после регистрации. Да, можете делиться этой записью без проблем. Спасибо. Спасибо, дорогие. Ну что, погнали. Всем замечательного вечера, замечательного дня, смотря в какое время вы смотрите эфир. С уважением к вам, Эдуард Васильев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok,